Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Буркино-Фасо и Мали объединятся против терроризма. Об этом договорились премьер-министры стран. К такому решению политики пришли после теракта в столице Буркино-Фасо. Напомню, жертвами боевиков стали 28 человек из разных стран. Среди погибших есть граждане Канады, Швейцарии, Франции и Украины. Террористы захватили заложников в отеле «Сплендит». Ответственность за атаки взяла группировка «Аль-Мурабитун», связанная с Аль-Каидой. Эта же группировка совершила подобное нападение в столице Мали в ноябре прошлого года. Тогда вооруженные террористы захватили заложников в отеле «Рэдисон», убив около 20 человек. Существует очень сильная политическая воля со стороны двух государств, пожелавших объединить усилия для борьбы с терроризмом, который теперь стал транснациональным явлением, затрагивающим все наши страны. Детали будущего сотрудничества главы правительств пока не раскрывали. Известно только, что страны будут обмениваться разведданными и проводить совместное патрулирование. В течение многих лет боевики базируются на севере Мали. Власть Буркина-Фасоа беспокоена тем, что их малозащищенная граница с соседним государством может стать транзитным пунктом для террористов. После снятия санкций власть Ирана ожидает экономического бума. Тегеран прогнозирует рост на 5%. Надеются и на приток иностранного капитала. 30-50 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Что еще положительного принесла отмена санкций, смотрите далее. Снятие санкций означает, что Иран получит доступ к миллиардам своих активов, замороженных на счетах иностранных банков. Он также увеличит экспорт нефти, как предполагают аналитики, на 500 тысяч баралей в сутки. Я очень счастлив. Когда я сегодня вышел на улицу, я увидел, что везде эта тема номер один. Все люди счастливы. По моему мнению, это большая победа иранцев. Они утвердили себя на международной арене. Мы счастливы. Такое ощущение, что мы освободились. Мы вышли из клетки и можем делать все, что захотим. Между тем стало известно об успешном обмене заключенных между Ираном и США. Из Тегерана вылетел самолет с четырьмя американцами, включая журналиста Тегеранского бюро Вашингтонпост и пастора Изайдаха. США, в свою очередь, освободили семерых иранцев. Их обвиняли в нарушении санкций. Генеральный секретарь ООН Пангимун приветствовал эти решения. Я надеюсь, что сейчас стороны будут с верой в лучшее двигаться в направлении полного выполнения совместного всеобъемлющего плана действий. Настал момент усилить сотрудничество перед лицом новых проблем путем диалога, что проложит дорогу к более безопасному будущему. Впрочем, с Ирана сняты не все санкции, а только те, что касаются ядерной программы. И США, и Евросоюз сохраняют санкции на продажу Тегерану оружия. Они связаны с тем, что Иран поддерживал лица и организации, которых подозревают в терроризме и нарушениях прав человека. Непальцам обещают восстановить дома спустя 9 месяцев после разрушительного землетрясения. Премьер-министр страны запустил для этого масштабный проект. Он рассчитан на примерно миллион жилищ. С сегодняшнего дня мы начинаем масштабную кампанию по реконструкции. И я бы хотел видеть вашу поддержку в этом отношении. По оценкам ЮНИСЕФ, больше 200 тысяч семей в Непале продолжают жить во временных убежищах в районах выше полутора километров над уровнем моря. Часто жилища сооружены из брезента и листов железа. Зимы там очень суровые. В этом сезоне зарегистрированы уже больше 10 смертей от морозов. После землетрясения мир выделил Непалу на восстановление 4 миллиарда 100 миллионов долларов. Но местные жители жаловались, что не видели этих денег. В сентябре власть Непала учредила Национальный комитет по реконструкции, но задействовать деньги, выделенные международными донорами, помешали политические разногласия. Теперь ситуацию обещают исправить. Непогода в Украине оставила без электричества 138 населенных пунктов. Больше всего в Николаевской области. Таких там 47. В Херсонской 42, Одесской 29, Запорожской 16, а в Кировоградской области 4. Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение. Метет в эти дни не только в Украине. В Токио первый раз в этом году выпал снег. Город оказался не готов. Там задерживаются поезда и не хватает такси. Около 120 жителей попали в больницу из-за травм, которые получили на скользких тротуарах. Другие опоздали на работу. Каждый пришел в офис сегодня на час позже, поэтому начали работать с опозданием. Это немного хлопотно. Я удивилась, что в Токио снега больше, чем в Тиби, откуда я приехала. Снега оказалось меньше, чем я ожидала, поэтому я думала, что все будет в порядке. Но дороги такие скользкие, просто ужас. Снегопад в Токио – явление редкое, но хотя бы раз в году его не избежать. Снег также накрыл всю западную и восточную Японию. Синоптики предупреждают, буря и бильные снегопады могут обрушиться также на северную и западную части страны. На этом пока все. До встречи в эфире в 15 часов. Всего доброго. Снегоптики